Их можно было часто видеть и в храме Святой Троицы, и в Казанском соборе мать и дочь Костенко, Елену Александровну и Лену. Ведомая верой в Бога и материнской любовью, Елена Александровна привозила Леночку на богослужение, на исповедь, к причастию, на беседы со священниками. Леночку на богослужение Елена Александровна знала, каждый должен нести свой жизненный крест. У матери и дочери он один, совместный, тяжелый, но спасительный. Так понимают люди православные. Елена, я давно вас встречаю в церкви, вот, видела много раз, как вы с мамой сюда въезжаете, и как вас люди встречают, как они любят вас, помогают, обязательно каждое доброе слово скажут и пожертву не сделают. Вы давно в церковь вот с мамой ходите? Так, ну, 10 лет в этом году будет, как меня покрестила мама. Вот. Скажите, Елена Александровна, а когда родилась Лена? Вы уже жили в Волгограде? Еленочка у меня родилась в Волгограде, в больнице номер 5 ее приняли. Я ее переносила, родила мертвую, потому что я работала в радиоактивной зоне 3 года и думала, что если я оттуда удрала, значит, все в порядке. Но я, муж мой тоже хасавертовский, а он закончил институт на 3 года позже меня, он после вечерней школы, с золотой медалью. И он ко мне приехал и говорит, я не хочу белокровицей болеть, я не буду. Вот. Под Екатеринобургом сейчас там, в Верхневенске есть такой. И повез меня на шахту 22, Копейский уголь. Вот. А там рядом вот этот маяк. Один раз пришел муж, и я с работы пришла. Я две смены работала. Была первенцем беременной. Говорю, ну что ж ты все раскидал? И, в общем, я уже напрыгалась с детьми вместо 6 часов 14. И все стулья даже заняты. Он говорит, не трогай меня, я в печке была. Я этому не придала значения. Мы, когда приехали, вот такую дочечку родили. Вот эта вот печка, это, наверное, все-таки радиация, потому что там маяк был близко. Вот к чему я это сказала. А в каком году родилась Лена? Вот, она родилась в 65-м. Уехали мы оттуда в 62-м, 16-го августа. Вот первый сынок у меня на ногах, а вот она вот так. Леночка, вы все время вот так лежите, да? Ну, это вот, это мое стоячее положение. Это я стою, считайте. Иначе бы, ну, неужели бы я в церковь и в таком виде бы лежа. Еще и, простите, батюшка, в мужской монастыре в таком состоянии. Я вот разговаривала с вашей подругой, разговаривала с вашей подругой Олей, которая помогает вам. Она сказала, что вот вы говорите, что вам очень в жизни повезло. Вы не можете нам рассказать, как, почему считаете, что вам в жизни повезло? Ну, знаете, если не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот грехи, убийства, воровство, там еще какие есть, плотские. Из-за моего физического состояния просто это, ну, нереально их сделать. Единственное, что я могу организовать это, если я захочу. Но так как я не убежать потом не могу, меня легко потом найти, это, как, от этого защищена я уже. Значит, мне повезло. Потом, и то, что я лежу, меня всерьез не воспринимают. Вот, как я никому не конкурент. Значит, мне мало кто завидует. А если мало будут завидовать, меньше, как говорится, ну, будут подстраивать плохие вещи. Куда уж больше. Вот, а и злые люди ко мне почти не подходят. Подходят те, кто хочет пожалеть. Или, если видят, что, ну, в таком положении, улыбаюсь, подходят люди с бедой посмотреть, а как это у меня еще получается духом не упасть. А как это получается, духом не упасть, Лена? Вот тут, наверное, гордость срабатывает. Потому что, если падать духом, то плоть настолько немощной делается, что врачи-то не лечат. Вот, и с самовынушением. Наверное, церковь лечат. Батюшка, я так думаю, что церковь... Молитвы лечат. Сильно молитвы лечат. Причастие. Находятся такие слова, которые ставят по разуму, что действительно, ну, что суетиться, ничего огорчаться. Все равно пойдет по этому же кругу. Вот, когда Библию читаешь и смотришь, что сейчас творится на Земле, у меня такое впечатление создается, как будто я вот лежу, как сфинкс, а мимо меня время течет. Я вот сейчас вот думаю о будущем. Ведь мы должны задумываться о будущем или нет? Или Господь все знает, и уже для нас уготовано все. И не надо думать, как быть вот в такой вот критической ситуации тяжелой. Как в Евангелии, в Святом Писании говорится, что надо хотя бы с одним человеком дружно жить. Не надо там сразу со всеми там... Если имеешь такую возможность в мире со всеми жить, ну, живя, все равно надо же как-то в своем кругу спасаться, и тогда и другие ближе станут. В семье, конечно, бывают тоже какие-то неприятности, и тоже Господь дает скорби, скорби и скорби, и многое в такое царство войти, то есть спасается человек смирением, скорбями. Все времена рождались люди в таком положении. А сейчас просто почему так много? Просто люди, наверное, забыли о Боге, и Господь сближает так нам детей со своими родителями, вот. И забота о них какая-то уже особо идет. Ну и детям, наверное, попроще все-таки обращаться со своими родителями. У них меньше каких-то запросов там особых каких-то. А разве, батюшка, не было бы лучше, если бы не было этой вот точки, этого маяка, если бы эта Лена родилась нормальной, разве это было бы для нее не лучше, для ее мамы? Не, ну, мы же не знаем промысла Божьего. То есть человек может находиться в любой ситуации, но он все-таки может и безнаказанно выйти оттуда, потому что благодарить Божию она берегает. Вот. А, как говорят, что Господь всем по силам дает. То есть человек может это перенести, но Господь ему дает это. Елена Александровна, Вы сказали мне, что Вы не вините государство, которое вот в кавычках помогло Вам родить больное дитя. Не вините государство. И сказали, что Вы считаете, что у каждого человека свое государство в голове. Я не виню государство за то, что мы докатились до такого состояния, какое сейчас. У каждого человека должен быть свой царь в голове. Все. Начиная с экономики и кончая моральным и материальным его состоянием. Можно работать в поте лица, там старые вещи какие-то переделывать, носить и обходиться. Ну, если, скажем, сидеть и с вытянутой рукой на переходе Комсомольской, а потом кормить рекет, лучше пусть меня этот рекет убьет. Елена Александровна, а Вам помогают? Кто Вам помогает? Мне помогают много. И больше всего я нуждаюсь в поддержке моральной, и больше всего я нуждаюсь в поддержке физической. А моральную поддержку, как я только Лену покрестила, и как только вот открыли вот этот храм здесь. Я Вам один случай расскажу. Мы стояли в коридорчике, народу было много, что это было, или Троица, или Пасха. И, в общем, мы не хотели давить людей этой коляской, стояли в коридоре. А когда Владыка пошел, уже отслужив литургию, маленькие ребятишки, молоденькие, послушники, как они называются, я не знаю, они вот так подняли руки и своими широкими рукавами закрыли Лену на коляску. А Владыка опустил их руки и положил Лене на голову свои руки и благословил. Владыка никогда меня не благословлял, но я держалась за коляску, я это благословение, вот сколько существует этот храм, столько я вот чувствую его благословление. И мне сейчас вот нечаянно, негаданно, я сама не знаю, откуда сыпется помощь, если у меня что-то сильно-сильно не ладится, и я уже опускаю руки, откуда мне идет помощь. От Ленки, от Владыки, от всех батюшек вот здешних. Я в основном хожу только в этот храм. Я, если Лену вожу вот в собор туда, то только потому, что прокатить ее пешком или на трамвае и немножко пообщать с людьми, это необходимо. Таких сейчас детей много. Мамаши в большой растерянности, и надо людям показать, что есть такие дети, и что если каждый мизинчик подставит и поможет, подняться по ступенькам, провести где-то коляску, укрыть или что-то такое физически сделать, ой, это великая помощь, это лучше всяких денег. Если такие, как я, есть дети у кого, если у кого есть такие дети, как я, ну, хоть что-то могут, если могут разговаривать, если что-то могут руками делать, прежде всего, их нельзя запирать от мира и что-то, как, ну, голову их не удержать в тумане. Ни в коем случае нельзя. Потому что такие, как мы, мы в мире никак не варимся, нас не ошпаривает этот мир, у нас как-то островок чистоты остается, вот, ну, не засоряется. Курить, пить, ну, там всякие дискотеки, они мимо нас идут, засора этого нету. Вот, поэтому нужно, вот я на сказках воспитывалась, рисовать я училась. Мне мама только акварель покупала. Вот, а я недавно узнала, что акварелью рисовать, это самое сложное среди искусства, акварельное рисование. А я не знала. Потому что она растекается, и любая влага, масло можно подчистить, чистить, исправить. Акварель только набело рисуется. И можно посмотреть ваши рисунки? Ну, это в детстве было. Вот. Я вязать научилась. Вязала спицами, но спицами трудно вязать, потому что они за подушку цепляются, или выпадают, я поднять не могу, пока мне кто-то не даст. Нашла выход крючком. У крючка больше возможностей, оказалось, чем у спиц. И он один в руках, его никуда не выпадет. Все, держится в руках. И как по кирпичику можно мотивами связать. Хоть шаль, хоть пальто, хоть кофту. Я знаю, что вы работаете. Нет, я уже сейчас не работаю, но я работала рекламным агентом. Я в газетах, в журналах вычитывала информацию, все сравнивала. Вот. И как была в курсе событий, что в мире делается, сейчас этого нет. И на кого вы работали? Где? Ну, вообще, если честно, я работала у своего брата. Как могла, я ему помогала. Наверное, Господь дает вам наиболее чистые мысли, чистые слова. Тем более, что вы говорите, что вы разделитесь в понедельник, и день бесплотных сил, и ангел. У вас над головой стоял ангел. Всем, наверное, дан, тем, кто крещен. Вот, скажите, Лена, как вы думаете, вот, а что, что Россия? Какой ее удел, предназначение? По-моему, Россия, как и была страдалица, так страдалица и есть. Все время, все время на нее болячки случаются. А почему так? Вот это вот вопрос интересный. Почему? Наверное, потому что широкие просторы, и... с маленьких государств люди на эти большие, как на большой пирог зависть идет, они там широко живут, ну и какие-нибудь пакости надо сделать. А человек, он у нас добродушный, он принимает все за чистую монету. На веру? На веру. Доверчивый. А потом уже, глядишь, он уже в околах и в долгах. А как из этого вырваться? Слишком много людей слабых, потому что сильных, отстреляли, а молодые не знают, что такое свобода. хотят все в воле, а свободу иметь никто не хочет. А может быть, это... Потому что не знают, что это такое. А свобода, это прежде всего ответственность. Сколько надо замаливать и не ругаться, чтобы в Божьи силы к нам эти долготерпеливые создания, и Господь повернулся. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Наша программа получила неожиданное, трагическое продолжение. Месяц назад мы снимали Леночку в храме вместе с ее мамой. И вот она умерла. И поэтому сегодня вместе с ее подругой Олей Кноблер, с отцом и Виктором наместником храма Сергия Радомишкова, мы приехали на кладбище к могиле Елены Костенко, которая умерла 33 лет от родов. Царствие небесное, батюшка, и хотела бы я, чтобы мы сегодня, может быть, поговорили вообще о том, что такое душа после смерти человеческой, новое ли это жизнь. И начнем, может быть, мы с того, что поговорим о том, вот как сейчас Лена, она ведь была как мученица. Что говорит православная церкви о смерти и жизни человека, о вечной жизни, о вечной смерти? Мы привыкли считать смертью вот тот момент, когда душа остается с телом, махаролем человека. И вот этот период, этот переломный момент называется для нас смертью. Вот, но по сути, для души смерти нет. Смерть телесная. Это даже, я бы назвал это переходом, как один мой бывший коллега, австралийский кардиолог Калиновский, вот он, книжка у него есть такая, переход, да. Это переход, действительно, переход души и состояние вот нынешнего, так, состояние вечное. И от того, как человек эту жизнь прожил сейчас, вот это зависит то, куда душа упадет в дальнейшем, то есть последующая участь ее. Батюшка, я хочу сказать телезрителям, что вы по своей основной специальности тогда в меру до принятия сана были врачом-кардиологом. Вот интересно, в свое время вы наблюдали вот эти пороги, эти начала такого перехода? Да, конечно, потому что очень много лет, почти четверть века я поработал в кардиореанимации и раз все время имел дело с такими состояниями между жизнью и смертью. Приходил с людьми пограничными вытаскивать оттуда, вот, и у меня есть свои собственные даже, можно сказать, наблюдения вот по этому поводу беседы с этими людьми, которые вернулись оттуда, вот, могли что-то рассказать. Они очень схожи с многими опубликованными уже данными. Ну, вот, что вам рассказывали? Может, какой-то пример приведете нам? Ну, характерно то, что, допустим, в массе книг описывается только хорошая сторона вот таких опытов, да, светлые туннели, зеленые поляны, лучезарные лица, вот, но дело в том, что на самом деле многие люди, может быть, большинство из них переживают совсем другие опыты, очень страшные, и об этом они или забывают быстро, или предпочитают не распространяться. А в чем же разница? Почему есть тетей и другие ощущения? А потому что у души у нас две участи в дальнейшем загробной жизни, в вечности, или царствие небесное, вечное блаженство, или вечные муки, то есть вечная смерть. Понимаете, ну, Лену я знал. Лену Костенко, которую мы на могилу приедем. Да, поэтому я могу не говорить. Она часто была у меня на исповеди, причащалась. Еще у нас не было храма, была маленькая часовинка, вот такая, вагончик. Открывали мы эти двери, вкатывали колясочку, вот, и я знаю ее несколько лет, вот, и если мы будем говорить об участи того или иного человека, я не берусь судить, это Господь будет судить, но мне кажется, что Лена, вот, она в светлой области находится. А вот по каким церковным канонам можно определить, что вот этот человек все-таки более светлый, а вот этот более темный участие заслужит. Вот как? Вот, дело в том, что если человек... Герой, мученик или обыкновенный трудный, Вот вы скажете, мученик, я ее мученицей не считаю, несмотря на все такое тяжелое физическое состояние, эту жизнь, вот, мученицей не назовешь, и по ее внутреннему состоянию душевному, она себя не чувствовала такой, как нам бы казалось, она должна быть, да, мы видим человека, изломанного инвалида, ну, такого какого-то, Лена, редко встретишь, так ведь? Вот, жить такую жизнь, вот, и не отчаиваться, вот, вот показатель того, что... Значит, праведник, да? Она, она жила с Богом, она жила с Богом, и поэтому она чувствовала себя, может быть, более духовно равновешенной, уверенной, чем многие из нас, вот, у которых есть руки, ноги, которые не жалуются на какие-то болячки, вот, почему? Потому что, когда человек с Богом, все вот эти вот сложности жизненные, которые были всегда, есть и будут, без них не бывает жизни, вот, они по-другому воспринимаются, они воспринимаются, как посещение Божие, как Его дар. Лена умерла, и, в общем-то, всех людей ждет такой конец, смерть нашей плоти, и что-то там ждет за порогом, вечная жизнь или вечная смерть. Интересно, что ты об этом думаешь? Когда я узнала, что Лена умерла, я, конечно, в это не поверила сначала, потом пришло чувство скорби, но она, эта скорбь, она как-то не была для меня тяжела, наоборот, я рада за нее, потому что я верю, что она попадет в Царствие Небесное, потому что это такой светлый был человечек, чистая, искренняя душа, и я у нее, например, очень многому научилась. Она вот своей жизнью, она совершила подвиг, я считаю, потому что очень многие люди в ее положении попадают в уныние, а она не такая. Она очень сильная личность, уверенная в себе, вот я хочу с батюшкой тоже согласиться, и гордая, но я имею тут в виду не гордыню, а именно гордость, гордость от того, что она полноценная личность, что она полноправная личность, что вот она человек, что она Божья душа, и ее жизнь, конечно, была бы очень тяжела, если бы она не знала Бога, а вот зная о том, что Бог есть, веруя в Него, чувствуя Его поддержку, ей, конечно, было намного легче, и она не только сама спасалась, но и помогала другим. Вот, например, мне она очень сильно помогла, я это вот поняла немножечко после ее смерти. Понимаете, вот мои духовные труды, они очень непостоянны, я то взбираюсь вверх, то резко падаю вниз, а вот когда я познакомилась с ней, вот она меня просто поразила, вот у нее всегда вот такое ровное, вот духовное спокойствие было, и вот это вот ее чувство, оно мне было очень знакомо, оно мне было очень близко, это вот именно то, к чему я всегда стремилась, стремилась вот даже когда хотела, и даже когда не хотела, все равно все мое существо вот стремилось вот к этому духовному свету, что ли, вот, и мне вот, я ей даже завидовала, что вот она вот такая вот всегда спокойная, уравновешенная, и мне, я недавно даже вот прочла книжку одну, святая Елизавета, она пишет в письме царю Николаю II, это касательно Распутина, там размышления ее были, и вот она пишет, что нельзя вот так вот резкими порывами стремиться к совершенству, можно стремительно залететь и также резко упасть, а нужно идти медленно, постепенно, настолько медленно, что тебе кажется, как будто ты стоишь на месте, а она вот, Лена, сама такая, понимаете, вот жизнь у нее такая, вот она и сама себе говорила, «Я лежу, как сфинкс, а время проходит мимо меня». Вот. Мы должны всегда помнить о тех, кто от нас ушел, вот когда я совершаю погребальные обряды, отпевания, панихиды, вот я всегда в конце говорю людям, тем, кто собирается в могил, о том, чтобы они всегда поминали тех, кто от нас ушел, и молились о них, потому что жив человек, он сам себе хозяин, он может измениться в лучшую сторону, в худшую, так, это он волен поступать так или иначе, ну, потом, конечно, он будет за поступки отвечать, вот, но здесь никто его принуждать не будет в этом выборе, ну, когда ушел от нас человек, вот, он уже сделал, ничего не может, у него нет материального субстрата для тела, вот, для изменения, для совершения каких-то поступков, вот, а участь ушедшего от нас, мы можем сами молитвами изменить, по молитвам нашим к угодникам Божьим, к Богоматии, к самому Господу, вот, и этому в литературе и в жизни очень много примеров, когда, вот, по молитвам близких, матерей, родственников, и просто людей, которые любили этого человека, его участь загробная изменялась, потому что окончательный суд еще не наступил, да, это будет после второго пришествия Господня, вот, я себя прошу, чтобы поминали люди, тех, кто от нас ушел, молились о них обязательно, вот, дела милосердия совершали христианское в их память, нищим подавали милостыню, помогли кому-то, обездоленному, накормили, напоили человек, больного посетили. И вот очень хотелось бы помочь тем людям, которые все-таки вот так вот отрицательно относятся к православию, все равно, рано или поздно, где-то на их жизненном пути, все равно Господь же хочет всех к себе вернуть, всех, кого отпустил, Он хочет же всех к себе вернуть, все равно где-то на каком-то жизненном пути, все равно, Он где-то помогает и дает о себе знать человеку, даже неверующий человек в минуты скорби чувствует, что вот есть вот он, что вот он заботится, что не покидает даже падших самых, не покидает, все равно они... Какой-то старец где-то я прочла, что в этом мире есть верующие и неверующие, а в том мире только верующие. Да. Вот, потому что мы как-то забываем о том, что верим ли мы, не верим ли мы, но ведь умереть такой смерть придется, так, а лучше придется жить дальше. Не случайно же сказано, вот, тесные, брата, узок, путь, да, вот, царствие Божьей силой берется, вот, и тут же слова Спасителя, иго мое, благо и бремя мое легко. И вот тогда человек начинает понимать, что да, это бремя легко. Вот, эти труды, они приносят радость человеку, радость. Вот, настоящее ощущение, настоящей подлинной жизни, потому что наша временная жизнь в этот момент соприкасается с жизнью вечной. Вот, и вот этот момент соприкосновения человек уже немножко приоткрывает завесу того, что его ждет, и вот тот, кто это чувствует, испытал, тому не нужны никакие слова, никакие доказательства Батерия Божия, ничего. Он знает это как самую, существенную самую большую реальность в этой жизни. Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей, Елена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова